Трамп 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 Здравствуйте, граждане всего мира. Мы – Анонимы. Сейчас Трамп стал президентом. Сейчас настало время нам, людям, применить политическое давление на каждый уровень правительства, чтобы убедиться в том, что он делает то, что он обещал, и его популизм продолжает распространяться и активизироваться на каждом уровне американского общества. Глобалисты смотрят на этот новый мощный популизм, который возник как злейший враг, который будет уничтожать их, пока не будет остановлен. Это точная оценка, и их шансы остановить его сейчас и сделать это с помощью небольших усилий, безусловно, создадут массовую негативную реакцию и усилят обратный эффект возникающего популизма и скорость его появления. Если Трамп повернет назад, это значит, что он не держит свои обещания американскому народу, чего некоторые опасаются. Как пример, вчера он выступил с речью о том, что он имел честь работать с Хиллари Клинтон при исполнении служебных обязанностей, и он имеет большое уважение к ней. Может быть, это первый признак того, что Трамп повернет назад. Что случилось? Она должна сидеть в тюрьме. Тем не менее, мы, люди, все еще можем продолжить нашу волну популизма и в конечном счете создать достаточное политическое давление, чтобы получить изменения, которые нам нужны. Это может быть сложнее и занять больше времени, но спасибо интернету, американский популизм не уйдет, а будет продолжать быстро расти, не по дням, а по часам. Это необходимо для выживания нашей страны, как республики. Мы все должны работать вместе, коллективно, чтобы убедиться, что иллюминаты-банкиры не будут появляться из Америки, и им больше не будет позволено паразитировать на нашей стране. Текущая американская система очень хорошо работает для верхушки и их ближайшего окружения, которые держат деньги, хорошо обеспечены, со статусом и расточительным образом жизни. Но она провальна, по крайней мере, для 80% остальных, и средний класс был слеп решениями корыстного Конгресса и президента скатывался в бедность, чего он никогда бы не ожидал. Верхушка должна была захватить американское правительство на всех уровнях и коррумпировать общество до обычного уровня контроля, и после необходимой зачистки оно кормило бы их расточительный образ жизни. И, к сожалению, мы теперь знаем наверняка, что 1% этой верхушки был расположен в Конгрессе США и использовался, как правило, для покупки и назначения президентов, инициируя тем самым массовое разложение Американской Республики. Почти каждый член Конгресса США был куплен, так или иначе, и не представлял интересы нас, людей, а только собственный интерес своей верхушки. Чтобы сделать это, они купили почти каждого члена Конгресса, самых высоких должностных лиц, и установили политику свободной торговли и глобализации, с тем, чтобы превратить американских рабочих в служивых рабов, 1% верхушки Конгресса США, которые будут манипулировать ими, чтобы сделать этот 1% еще богаче. Это включает в себя экспорт тяжелой промышленности и промышленности в целом из Америки в страны третьего мира с невероятно низким уровнем оплаты труда. Это позволило им так хорошо сохраниться внутри США и держать нас, народ, сытым, в то время как они глобализуют и преобразуют Америку в бедную страну третьего мира. Это все часть векового плана банкиров-ротшильдов – глобализовать мир и ваш мировой порядок. Этот глобализационный процесс в свободной торговле фактически увеличивает фондовые доходы верхушки, в то время как это быстро уменьшает американский средний класс, большинство из которого держится за свою жизнь. Проверьте улицы. Мы анонимы.